Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Вот что сегодня в нашем выпуске. Карачаева-Черкесия – регион традиционного производства изделий легкой промышленности, обладает большим потенциалом. Об этом говорили на заседании штаба по вопросам развития рынка. Лучший учитель родного языка и литературы завершился региональный этап всероссийского конкурса, кто представит Карачаева-Черкесию в Татарстане. Курорты республики динамично развиваются. Провести здесь отдых решают миллионы людей. Министр туризма дал оценку туристическому сезону. Кому и сколько с сегодняшнего дня увеличились социальные пенсии? Кого затронет индексация? Состоялась рабочая встреча главы Карачаева-Черкесии Рашуда Тимрезова и первого заместителя спикера Совета Федерации Андрея Яцкина, на которой подвели итоги работы представителей профильных комитетов и федеральных министерств на территории республики. Рашид Тимрезов выразил слова благодарности спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко за пристальное внимание и поддержку регионов, в частности, Карачева-Черкесии. Также выразил уверенность, что визит Андрея Яцкина станет еще одним важным импульсом для дальнейшего социально-экономического развития республики. Затем состоялось заседание штаба по вопросам развития рынка шерсти на территории России. Рашид Тимрезов отметил, что Карачева-Черкесия является регионом традиционного производства изделий легкой промышленности и обладает большим потенциалом развития и компетенциями в этой сфере. Так, на территории республики имеются действующие предприятия по переработке шерсти, в том числе полного цикла и реализуется проект по созданию нового высокотехнологичного предприятия. На повестку был вынесен широкий комплекс вопросов, который был рассмотрен с детальным погружением в отрасль. По каждому направлению был выработан план дальнейших действий. Печальная весть. Сегодня ушел из жизни начальник Карачева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева, заслуженный спасатель Российской Федерации Андрей Мозгов. Искренние слова соболезнования его семье, родным и близким выразил глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов. Андрей Анатольевич был человеком невероятного мужества, силы характера и жизнелюбия. Всю свою жизнь он посвятил спасению людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в сложных погодных условиях, в горах. На его счету сотни спасенных жизней. Он всегда относился к людям с сочувствием, теплотой и всегда оказывался там, где нужна помощь. Благодаря его таланту, руководителя и мастерству. Карачева-Черкесский спас отряд. По праву считается одним из лучших в России, а в 2012 признан лучшим. Андрей Мозгов был награжден многими государственными наградами, среди которых Орден Мужества. Его вклад в становление и развитие спасательной службы в Карачева-Черкесии сложно переоценить. Мы все, кто знал и уважал Андрея, вместе с ним работал, будем вспоминать его как доброго, честного и очень порядочного человека, настоящего профессионала своего дела. Светлая ему память, говорится в соболезновании Рашида Тимрезова. В Усть-Джигуте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нарушении требований охраны труда, повлекшим смерть человека. Следственным отделом Следственного управления по Карачевой-Черкесской республике завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего прораба строительной фирмы. По данным следствия, 2 июня 2023 года обвиняемый, не обеспечив безопасность используемого стажером-бетонщиком оборудования, поручил произвести ремонтные работы с использованием электрического удлинителя, который в силу неисправности находился в технически опасном состоянии. Во время выполнения работ при соприкосновении с удлинителем 25-летний пострадавший получил удар электрическим током, отчего скончался на месте. Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением. Завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и литературы». Всеобщее признание заслуг в своих муниципалитетах получили 12 учителей. Сегодня они боролись за право представлять Карачаево-Черкесию на заключительном этапе всероссийского конкурса, который состоится в Татарстане. За мастер-классом профессионалов наблюдала Мадина Каракетова. За звание самого лучшего боролись 12 муниципальных победителей. На этом этапе конкурса им предстоял мастер-класс, на котором необходимо было представить свой муниципалитет и за 7 минут поделиться своим лучшим педагогическими практиками по преподаванию родного языка и литературы. Перед стартом конкурсантов приветствовала министр образования Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. «Я хочу отметить, что конкурс вышел совершенно на новый уровень и профессиональный, и организационный. Сегодня в этом зале собрались самые сильные учителя родного языка и родной литературы. И каждый из вас для нас сегодня является победителем. Не важно, кто выиграет и будет представлять республику, потому что вы уже победители муниципального этапа. И у нас с вами, уважаемые коллеги, стоит основная приоритетная задача национального развития образования. Это сохранение и развитие родного языка и культуры». Лучших учителей родного языка и литературы наградили почетными грамотами. Затем всех пригласили в импровизированный класс. Каждый учитель очень творчески подошел к выполнению итогового задания. Учитель карачаевского языка и литературы из села Холодно-Родниковское со стажем работы более 30 лет Анжела Дураева посвятила свой мастер-класс изучению фразеологизмов и провела его в виде расследования, в котором она руководитель детективного агентства, а ее коллеги – детективы. «Проходили уроки открытые, мастер-классы на муниципальном, а сегодня тоже на уровне города давали уроки. Было сложно, было трудно, но вроде все прошли. Эмоции много, много нового узнаем, опыта перенимаем. Я люблю собирать материал, этнокультуру, открыла в школе музей. Вот эти работы, вот мне именно интересно работать с языком». Учителя-языковеды считают, что проведение подобных конкурсов профессионального мастерства не только стимулирует, но и позволяет обменяться опытом, который впоследствии можно применить в своих школах, сделать занятия более насыщенными и интересными для детей, а главное – привить им любовь к родному языку, истории и культуре. Перед строгими жюри ставила нелегкая задача – определить лучшего среди лучших. И им стала учитель родного языка и литературы второй школы села Учки-Кен Марьям Чудчаева. И именно ей предстоит важная миссия – достойно представить Карачаево-Черкесию на заключительном этапе конкурса, который в этом году пройдет в Татарстане. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков. А после мы расскажем, сколько туристов посетили Карачаево-Черкесию в этом сезоне, кто получит прибавку к пенсии и сколько медалей привезли спортсмены республики. Оставайтесь с нами на канале Россия-1. Карачаево-Черкесия. ПОЖАРООПАСНОСТЬ Горячая линия с руководителями ведомства республики – это всегда возможность у зрителей задать интересующие вопросы и оперативно получить ответы, так сказать, из первых рук. Беседа ведущей Мадина Лайпановой с министром туризма и курортов Расулом Тикеевым в пресс-центре ГТРК Карачаева-Черкесия оказалась как интересной, так и информативной. Подробности у Артура Мкце. В нашей студии вместе с министром туризма и курортов Карачаева-Черкесской республики Расулом Маговедовичем Тикеевым мы обсудим самые актуальные вопросы, касающиеся туристической сферы. Большое количество вопросов руководителю ведомства от жителей республики подтвердило интерес населения к данной сфере. Что, впрочем, неудивительно. Курорты Карачаева-Черкесии динамично развиваются. Провести здесь отдых решают миллионы людей. Так, по официальным данным, только за этот зимний период услугами туристической сферы региона уже воспользовались 990 тысяч человек. И это ещё не окончательные цифры, ведь сезон продлён до конца апреля-начала мая. Разумеется, такие результаты появились не на пустом месте. Залогом успеха развития территории является качественная инфраструктура, которая обеспечивает, в том числе, привлечение инвестиций на территорию. Она просто жизненно необходима. В этой части я хочу отметить, что на примере Архыза уже якорный инвестор приобрёл акции Архыза, как мы все знаем, и продолжает развивать этот курорт. Вместе с тем, в настоящее время выполнены работы по мастер-планированию территории. Увеличение количества горнолыжных трасс, их расширение, возведение новых канатных дорог – это лишь часть планов, которые уже реализуются или будут выполнены в перспективе. Новые объекты для размещения туристов, оказание дополнительных видов услуг по разумным ценам. Многому будет уделяться повышенное внимание. Причём Минтуризма готова содействовать тем, кто хочет трудиться в туристической сфере. Житель города Черкесска Альберт Ильясович спрашивает, у человека есть земля в аренде в Архызе, но нет денег, чтобы построить на ней гостиницу, чем-нибудь Министерство туризма. Может помочь? Можете помочь. Совсем нет денег. Вопрос какой. В части поддержки грантовой достаточно иметь от проекта половину суммы. То есть всё равно какие-то средства нужны. Не так, что ты пришёл, у меня вообще ничего нет, помогите. Вообще ничего нет. Вот тебе деньги построй. Ни в одной отрасли такого не бывает. Полную версию горячей линии можно посмотреть на сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. Артур Нгце, Вести, Карачао, Черкесия. С сегодняшнего дня вступает в силу ряд законов, касающихся жизни россиян. Среди них новая индексация пенсий. На этот раз увеличатся социальные пенсии. Это значит, вырастут выплаты по старости, которые получают те, у кого недостаточно стажа и пенсионных баллов. Но по большей части индексация затронет пенсии по потере кормильца и инвалидности. На основе базовой социальной пенсии рассчитываются выплаты для военнослужащих призывников, которые во время службы стали инвалидами или погибли. Инвалидов Великой Отечественной войны и блокадников. Инвалидам-ликвидаторам радиационной или техногенной катастрофы. А также детям, граждан, погибшим от таких катастроф. Индексация составит 7,5%. В Карачаево-Черкесии индексация коснулась более 16 тысяч пенсионеров по государственному пенсионному обеспечению. Из них 15 800 человек являются получателями социальной пенсии. Индексацию социальный фонд проводит беззаявительно. Поэтому жителям Карачаево-Черкесии не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить пенсию в новых размерах. Проиндексированные на 7,5% по государственному пенсионному обеспечению начнут поступать пенсионерам Карачаево-Черкесии с 3 апреля по стандартному графику доставки. Хочу напомнить, что страховые пенсии неработающим гражданам были проиндексированы на 7,5% с 1 января 2024 года. С 1 апреля изменения и у автомобилистов. От получения прав и сдачи экзаменов в ГИБДД до уплаты повышенного транспортного налога и правил по оплате везенных в Россию автомобилей по альтернативным схемам. Теперь водители смогут чаще ошибаться при поездках по городу во время практического занятия. Сейчас, согласно регламенту, можно набрать 5 штрафных баллов, а с 1 апреля 7. На пересдачу можно прийти не ранее, чем через полгода, и не позже, чем через 9 месяцев. Расширится список тех, кого не будут допускать к сдаче экзамена на права. Лишатся учеников серые автошколы, то есть те, которые не имеют заключения в соответствии учебно-материальной базы. Учеников таких автошкол просто не допустят до экзамена. Глава Республики Рашид Тимрезов поздравил спортсменов Карачаева-Черкесии, завоевавших медали различного достоинства на первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Наши борцы показали отличные результаты. Четыре медали и две путевки на первенство мира и Европы. Сегодня Международный день птиц. Его главная цель – напомнить людям о важности сохранения видового разнообразия и численности птиц на земле. Некоторые птицы вернулись наконец-то из теплых краев и радуют нас своим чириканьем и мелодичными трелями. Пение птиц прекрасно в любое время года. Но именно весной пернатые щебечут наиболее ярко и звонко. Человек тоже радуется весне, поэтому для большинства людей пение птиц очень приятно. И еще птички запели, значит, пришла весна. Значит, жизнь снова стала яркой. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Неукротимая, неупокоивая». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»